И вот наступило то самое время, когда мы достаем из коробок и мешков все то, что ждало этого времени. Наши декорации к новогодним и рождественским праздничкам. Это мои новогодние гирлянды с прошлого года. Я хранила их весь год в мешке, поскольку у меня нет большой коробки. Посмотрим, что осталось у меня от всего этого. Насколько у меня нет елки в этом году, я буду наряжать весь дом только гирляндами. Кому интересно посмотреть, что у меня получится из этого, оставайтесь со мной. С чего начинается новогоднее настроение и праздничное настроение? Конечно же, с дринка. Мне муж приготовил glass of wine с чем-то там, я не знаю, шоколад. Говорит, шоколад здесь. Попробуй, что это такое. И между делом начнем наряжаться, наряжать вернее дом к Новому году. Каждый год у нас была традиция наряжать елку, но в этом году мы решили нарушить эту традицию, потому что у нас будет много гостей в доме и мне нужно будет создать больше уютных мест для гостей. И поэтому мне придется пожертвовать местом для елочки. И лучшим, по моему мнению, вариантом заменить елку, это гирлянды. При монтаже я вставлю вам видео с прошлого Нового года, как мы отмечали, как мы наряжали дом. Может быть я буду скучать по елочке. Ну, anyway, посмотрим, что из этого всего получится. На данный момент у нас уже имеется одно новогоднее украшение. Это Дед Мороз Санта-Клаус. Вот какой он симпатичный. Ну и, кстати, о покупочках. Это первая новогодняя покупка в этом году. Санта-Клаус Дед Мороз от Марты Стюарта. И, кстати, он очень так элегантно одет. Вот такая вот у него борода. Вот такой вот у него подарок элегантный, одежда. И все это, как видите, очень даже подходит к нашему полу и к нашим декорациям. Какой у него ремешок, брючки, ботинки какие, декорации, украшения все. В общем, супер, супер Дед Мороз. Я считаю, это было бы также неплохим подарком на Новый год кому-нибудь из друзей. Я очень скептически отношусь к подаркам. И дарить какие-нибудь там безделушки, которые, наверное, будут не нужны и выброшены. Ну, а вот Дед Мороз, наверное, это как атрибут Нового года. И, наверное, люди могут использовать это из года в год. Я думаю, неплохая идея дарить новогодние украшения тоже. Это еще один, как бы, вариант нейтрального цвета, например, можно дарить. Хорошей идеей тоже можно быть каких-нибудь традиционных цветов. В зависимости от того, какой вкус у того, кому вы дарите. Как вы любите наши Санте-Клаусы? Я думаю, что все очень много здесь. Санте-Клаус, волкарпет. Все у меня спрашивали, какие гирлянды вы украшаете елку. Елку в этом году мы не делаем. Я решила оставить дом немного посвободнее, чтобы было больше места. Но сейчас я покажу, какие у меня гирлянды. Гирлянды у меня вот такие вот на лестнице. Я еще не закончила. У меня будет в этом году минимальной декорации. И какие у меня есть гирлянды. Поскольку у нас не будет елки, я решила, значит, украшу дом гирляндами. И сейчас покажу, какие у меня есть гирлянды. Это вот старая прошлогодняя гирлянда. Возможно, я повешу на fireplace, на камин. Так, что еще у меня есть? Эти гирлянды я купила сегодня. Вот такая одна гирлянда стоит 54,99, ну 55 долларов. И я купила их две. И пока еще не решила, оставлю я их или нет. Поскольку мне понравились эти две. И я решила сделать по паре, чтобы они как бы были похожие. И вот еще у меня есть гирлянда. Вот это вот с прошлого года белая гирлянда. Вот это вот тоже с кристаллами. Тоже прошлогодняя, вы, наверное, помните, ее украшала. А вот это вот из веток гирлянды. Фокусируйся, пожалуйста. Вот такая вот гирлянда, вы помните, у меня с прошлого года. И я, возможно, их инкорпорирую вместе все в одну. Ну, и еще я купила гирлянды по 22 доллара. Вот здесь вот одна гирлянда вот такого типа, она подешевле. И вторая с ягодками. Она была всего лишь одна. И поскольку мне нужна пара, я взяла в паре две, которые были вот одна 22 доллара. И вторая. Вот они две у меня одинаковые. И в них я вплету что-нибудь другое. В общем, всего я купила сегодня 6 гирлянд. Потратила кучу денег. И сейчас решаю, что мне оставить. Позже я вплету в эти гирлянды лампы, потому что у меня есть лампочки новогодние. И пока еще не знаю, что я оставлю. Честно говоря, мне нравятся они все. Я вот такая барышня жадная. Вот эти вот, они более такие богато выглядящие, как бы нарядно. Ну, а вот эти вот понежнее. По сути, вот она одна такая гирлянда. Но она такая, знаете, миленькая все равно. В нее вплетены немножечко ягодок тоже. И как бы что-то еще отличное от елки. Мне кажется, оно более натурального типа такое. Вот это вот стоит 22 доллара. И в отличие от вот этой, вот этой вот 55 долларов. Но, по сути, если можно сделать букет, то, возможно, я могу сделать из вот этого набора. Могу сделать нарядные гирлянды. Между делом, вот они, мои гирлянды. Я их упаковала с прошлого года. В принципе, было удобно очень. Сразу раз повесила. Я думала, что тоже переделаю что-либо из них. Но оставила пока. И будем смотреть дальше, что у меня получится. Потом, что еще у меня с прошлого года осталось? Вот этот вот букетик. Он, кстати, очень даже подходит под гирлянду вот эту. В общем, гирлянду у меня много получилось. Жадность, как говорится. Что еще я купила сегодня? Разорилась я купила вот эту вот елочку. Она стоит сколько? 60 долларов стоит. 59,99. Но она такая как бы неизрачная. И в то же время она очень такая интересная под наш пол. И вот под этот пол оно как бы вписывается. Такое растик стайл. В принципе, мне нравится тоже нежная такая елочка. Пока еще не знаю, что буду делать. Возможно, я ее оставлю как и есть. Или повешу одного цвета и одной формы декорации, игрушки. И вот такая вот мешковина основания этой елочки сделана из мешковины. А вот они мои декорации пока еще. Вон еще одна декорация сидит. В общем, в этом году у меня будет немножечко иное. Иные декорации. По-другому все в стиле минимализма. Вот это еще, кстати, прошлогодняя гирлянда. Я ее не разобрала. Снежиночка висит. Я не знаю пока, что с ней сделаю. Вот они мои сани. Тоже моя любимая декорация. Очень нравятся мне сани. Они подходят под наш растик стайл. И вот она, последняя декорация, которую мы купили. Носок. Бриллиантовый носок. Традиционный канадский носок. И муж купил вот такую вот игрушку. Все под наш стиль. Вообще канадцами тратится очень много денег на новогодние декорации. Но с годами это все накапливается. У меня тоже накопилось множество вот старые гирлянды. И я их, конечно, это все инкорпорирую. И с каждым годом наши декорации становятся все богаче и богаче. Все легче декорировать, потому что можно так докупить немножко кое-чего. И, в принципе, получится нормальная декорация. То есть на декорации люди тратят очень много денег. Это может означать тысячи, тысячи и тысячи долларов. Что я дальше буду делать с этими гирляндами? Я буду сюда вплетать новогодние огни или лампочки. И желательно, чтобы они были зеленого цвета. И закрепляю я их невидимыми металлическими или какие-либо мне будут провода, какие найдутся. Ну и потом я буду подкреплять сюда, возможно, какие-нибудь игрушки. Опять же, все должно быть синхронно. То есть все должно быть гармонично, под цвет. Сейчас я вам покажу, как я буду закреплять все эти лампочки. Сюда подвешу я какие-нибудь игрушки. И, возможно, снежинки. Значит, у меня будет вот эта вот проволока будет идти позади гирляндой. Саму лампочку я вставляю с одной стороны гирлянды. А вторую лампочку, вторая лампочка будет где-нибудь вот тут скрыта. Поэтому сам провод у меня, по идее, не будет виден. Нужно попытаться сделать так, чтобы провода не было видно на лицевой стороне гирлянды. Я покажу вам в следующем видео, ребята, результат того, как мы наукрашали наш дом. Потому что обычно, ну, у нас, во всяком случае, мы украшением дома занимаемся, наверное, поэтапно. Не все сразу за один день. Поэтому, как я наснимаю и соберу все остальное, все остальные видео в одно. Вот. Ну, а сейчас я покажу вам то, что вы часто меня просите. Меня очень часто просят показать, что происходит с нашим садом зимой. Вот, показываю. Снега мы в этом году пока еще не видели. Не могу сказать, что я соскучилась по снегу. Я еще как бы с летом не попрощалась. У нас часто льют дожди. Температура плюсовая. Очень тепло, можно сказать, 14 градусов. Постоянный такой вот успокаивающий шум дождя. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. С вами была Ирина Боикс. Ирина из Канады. Ирина из Ванкувера. Субтитры сделал DimaTorzok